Доброе утро! Начнем с цифры дня. 30 тысяч. Как оказалось, именно столько гостей в среднем за год посещают Брест. Тем самым наш областной центр вошел в десятку самых популярных среди туристов городов СНГ. И что примечательно, 9 из них являются столицами стран Содружества, в том числе и Минск. То есть город над Богом стал единственным нестоличным городом в этом топ-списке. Ну а самым притягательным местом для туристов по-прежнему является мемориальный комплекс Брестской крепость-герой. В эфире Утренние Эспрессо. Меня зовут Екатерина Тарасевич. Это не единственная хорошая новость на сегодня. Хотите в этом убедиться? Присоединяйтесь к встрече нового дня вместе с нами. Сегодня в Утреннем Эспрессо. От сессии до сессии. Международный день студентов. Пообщаемся с одной из лучших студенток нашего региона. Издалека долго. В Ивацевичском районе удалось сохранить одну из древних и уникальных рек. А-ля 80-е. Олимпийский мишка принес победу брещанке на международном конкурсе парикмахерского искусства. Сегодня 17 ноября, понедельник. Хотите надолго сохранить живость ума и остроту памяти? Читайте книги. Об этом нам говорят затейливые ученые. Что ж, потренировать сознание можно и обычными экземплярами. А вот чтобы увидеть шедевры книжного искусства, необходимо побывать на одноименной выставке в Пинской Центральной Библиотеке. Экспозиция приурочена к ее 70-летнему юбилею. Помимо самых больших и самых маленьких книг, здесь представлены редкие экземпляры об истории Пинщины, а также по искусству и архитектуре Беларуси. Ну а самые забавные, конечно же, для детей. Книжки-игрушки со страничками из ткани, с живыми голографическими картинками и 3D-эффектом. Причем с озерцанием процесс познания не ограничен. Все книги можно потрогать и поиграть с ними. Думаю, что уж нашим человечекам на этой выставке точно бы понравилось. Тем более, что в познавательности им не откажешь. Убедиться в этом предлагаю прямо сейчас. Корабли не тонут, потому что они плавают, двигаются, и они из-за этого не тонут. Потому что они не такие тяжелые, сильные. Очень. Их несет вода. Потому что они легкие. И полагаю, есть какие-то подушки с воздухом в корабле, которые корабля выталкивают наверх. И вот не тонут. Там доски легкие, и там паруса не плывут. Ну, потому что там вода слишком тяжелая, и там не тонет корабль. Они иногда тонут, потому что начинается сильная буря, потом она тонет, и потому что они слишком тяжелые. Потому что они железные, и у них много промежутков, поэтому они не тонут. КОНЕЦ 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 Осень для студентов, как правило, время усердных занятий на лекциях и активной подготовки к приближающейся сессии. Ну, а для кого-то к обычным хлопотам в начале ноября прибавилась еще и борьба за право считаться студентом года. Традиционно этот конкурс проводится в преддверии Международного Дня Студента, который отмечается сегодня, 17 ноября. Подробности об этом конкурсе, а также о том, насколько вообще интересно и насыщена сегодня жизнь студентов, поговорим с гостей программы. В студии Алина Осипова, студентка 5-го курса Брестского государственного университета имени Пушкина, а также участница областного этапа конкурса Студент года. Алина, доброе утро. Доброе утро. Мы поздравляем вас, тем не менее. Хотя вот вы как считаете, главная победа или участие? Ну, мне кажется, все-таки главное участие, потому что в любом случае с этого конкурса мы выносим для себя какие-то позитивные эмоции в первую очередь, ну и, конечно же, какой-то опыт и, так скажем, саморазвитие. Ну вот интересно вообще узнать, пятый курс, вроде бы все мысли о дипломе, и так хлопот хватает, и забот. И тут еще такая нагрузка, мне кажется, вот участие в конкурсе. Как вы решились, как вообще идея родилась, поучаствовать? Ну, на самом деле, у нас сначала, еще в прошлом году проходил университетский этап, где мы представляли 10 человек, каждый свой факультет. И непосредственно я еще в прошлом году выиграла университетский этап, и уже выбора не стояла, меня отправили на областной тур. Вот получается, активны вы во всем, да? И в учебе я так подразумеваю, что вы, наверное, и отличница. Ну да, у меня имена и стипендия, на данный момент имени Максима Магдановича. А как находите время на все? Вот некоторые жалуются, дабы там не получается в учебе, что недостаточно времени, или там посещать какие-то другие мероприятия, ну быть активным в общественной жизни, да? Оправдывать себя постоянно. А вот в чем секрет у вас, Алина? С самого начала еще в школьной деятельности, в учебе, в школе мне хотелось где-то быть, не просто учиться, а я всегда там ходила на какие-то творческие мероприятия, я танцевала, я ходила в хореографическую школу, я занималась вокалом. Мне это было интересно. Мне одной учебы было мало, и мне было очень скучно. Поэтому, когда я пришла в университет, я сразу же сказала, что я могу то, то и то. Если вдруг вам где-то что-то нужно будет, вы меня, пожалуйста, зовите. Ну и так как таких студентов, как я, оказалось, не особо много, мы стали как-то проявлять себя, и уже впоследствии, даже до пятого курса, вот эта творческая деятельность, наверное, проявляется. Мне, наверное, просто скучно жить, и хочется всем этим заниматься собой. А как вот вы считаете, вот ваше понятие, идеальный студент, может быть, это такой, ну, ботаник, в кавычках, конечно же, только учеба, библиотеки, или что-то там, семинары, постоянные доклады, либо вот эта вот насыщенная все-таки студенческая жизнь, активность, КВН-ы, какие-то концерты? Ну, я не знаю, наверное, понятия идеальный студент для меня не существует. Я очень восхищаюсь теми студентами, которые могут пропустить очень много лекций, очень много семинаров, а потом прийти и с легкостью сдать экзамены и зачеты. А бывает такое сегодня? Очень много у нас таких студентов, причем, что вот ими действительно стоит восхищаться, потому что как они это могут, я не знаю. Тут, кажется, ходишь на пары, что-то стараешься их где-то учить, и где-то помочь преподавателю, возможно, во внеурочное время, вот, и у тебя где-то не получается, а они вот так с легкостью приходят, поэтому не знаю. Наверное, все-таки творческая составляющая, какая-то активная общественная деятельность в университете, это все-таки важная составляющая студенческой жизни. Ну, а тем более вы отметили, что это желание, да, и вам это нравится, и вы этим занимаетесь. Алина, давайте вернемся к конкурсу. Что самое интересное для вас было, или, может быть, самое сложное? Вот вы прошли этап университетский, что здесь было новое для вас, может быть? Ну, новых конкурсов здесь не было по сравнению с университетским этапом, все они были те же самые. Наверное, сложно было то, что у меня не было на это времени. Как я уже говорила, я недавно вышла замуж, поэтому у меня было... Вы уже и замуж успеливаете, да? Да, мы поздравляем вас. Спасибо. И мне было мало времени на подготовку, так как мы готовились к свадьбе, а потом к конкурсу очень мало времени. То есть все параллельно было, да? Да. Ну, а, наверное, единственное, чего мне не хватило в этом конкурсе, это какого-то такого выносного мероприятия, скажем, на быстрое реагирование. То есть с учетом того, что все конкурсы, которые мы показывали на сцене, они у нас были как бы домашним заданием, мы их подготовили давно. То есть здесь не хватало, вот как, например, у нас в университетском этапе. У нас конкурс ораторского мастерства проходил так, что мы вытягивали какие-то бумажки, на которых была написана тема, либо какой-то афоризм. У нас было две минуты на подготовку, и мы выходили вот с этой минутной речью. Вот такого конкурса, наверное, не хватало, чтобы достаточно разреагировать. Он достаточно сложный, наверное, вот это живьем, так скажем, здесь и сейчас, нежели ты готовишься. Но это не пугает, да? Тем более вы же будущий юрист, это как бы ораторское искусство, необходимая составляющая этой профессии, да? Да, ну в любом случае просто хотелось чего-то такого, чтобы посмотреть на самом деле. А может быть дома мне мою речь написал кто-то другой, и я пришла ее и прочитала. Ну действительно, да, такой объективной тогда, может быть, была как бы оценка способностей. Алина, а вот скажите, есть ли сегодня секрет успеха в учебе? Вот вы сказали, есть такие студенты, которые могут в течение полугода не посещать семинары, а потом здорово сдать сессию. Вот я помню, наше время, на первые 2-3 года нужно было как бы работать на зачетку, если так можно сказать, да, а потом зачетка работает на себя. Сегодня это правило есть? Я даже не знаю. Ну, первая сессия у меня была очень плохая, я ужасно просто плохо ее сдала, потому что я боялась учиться, а еще так как я совершенно не знаю историю, для меня история Беларуси была очень тяжелым предметом, мне было тяжело сдавать. Потом, когда пошли дисциплины уже специализации непосредственно, как-то стало проще учиться, потому что непосредственно специализацию мы выбирали сами по своему желанию, и это же желание проявлялось в учебе. Хотелось узнавать тоже уголовное право, наверное, там, криминалистику, криминологию, и поэтому учиться стало действительно интереснее и проще. Не знаю, заработает ли зачетка сейчас на меня, но как бы есть такое, что может быть у кого-то, что зачетка работает, но не у меня. Ну, Алина, вы тогда яркий пример того, что вот первая сессия, говорите, не очень такая удачная, сейчас вы получаете именную стипендию, это хороший пример, думаю, для первокурсников. И вот сегодня, пользуясь случаем, хотелось бы у вас в качестве напутствующих, может быть, каких-то слов в адрес всех студентов, не только первокурсников, так как сегодня Международный день студентов, услышать от вас. В первую очередь хочется пожелать какого-то такого усердия, потому что оно все-таки нужно, пожелать много терпения, потому что без него тоже сложно. Ну и, конечно же, много-много-много халявы, так скажем, хороших оценок, ну и чтобы все проходило легко и гладко. Алина, мы присоединяемся к вашим пожеланиям, ни пуха ни пера желаем на предстоящей сессии, на дальнейшей защите диплома, ну и вообще в дальнейшей жизни успехов вам. Спасибо большое. О конкурсе «Студент года» говорили сегодня с его участницей, студенткой пятого курса Брестского государственного университета имени Пушкина. Ночью вижу странные сны, холодная планета. Я не знаю, как и кто здесь мы, не нахожу ответа. Жить в поисках врага, а так хотелось друга. Как вырваться тогда из замкнутого круга? Улетай, в небе встретишь новый день. Большая звезда согреет тебя, А сердце согреет кровь. Кого распыгнал, ночами не спал, Мир просто не знает любовь. На рынах детской мечты С фонарем без света Мы искали в небо мосты От души рассвета Но в поисках врага, Когда хотелось друга, Отправят, как всегда По замкнутому кругу Улетай, В небе встретишь новый день. Большая звезда согреет тебя, А сердце согреет кровь. Кого распыгнал, ночами не спал, Мир просто не знает любовь. Большая звезда Большая звезда согреет тебя, А сердце согреет кровь. Кого распыгнал, ночами не спал, Мир просто не знает любовь. Большая звезда согреет тебя, А сердце согреет кровь. Кого распыгнал, ночами не спал, Мир просто не знает любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Оперу «Аида». А невиданный фейерверк чуть не спалил город Порт Саид. В этот же день, в 1871 году, В Минске основано Училище органистов. По своему профилю Это учебное заведение Было единственным в Белоруссии, И поэтому пользовалось Большой популярностью. Воспитанники учились играть на скрипке, Фортепиано, органе, Обучались исполнительскому мастерству И изучали теорию музыки. 1914 год. Дата рождения участника Партизанского движения На территории Белоруссии В годы Великой Отечественной войны Героя Советского Союза Кузьмы Гнидаша. Группы под его командованием Вели разведку и диверсионную работу Возле Слуцка, Барановича, Кобрина, Минска, Пинска, Лунинца и Бреста. 17 ноября 1942 года. День рождения Мартина Чарльза Скорсезе Американского кинорежиссера, Продюсера и сценариста. Лауреата премии «Оскар». Неоднократно признавался Одним из величайших И наиболее влиятельных Ныне живущих кинорежиссеров. 1946 год. На Всемирном конгрессе студентов, Состоявшемся в Праге, Был установлен Международный день студентов В память о чешских студентах-патриотах, Расстрелянных германскими нацистами Во время Второй мировой войны. Настоящее историческое событие Произошло и в наши дни. Специальному лабораторному модулю Впервые удалось приземлиться, Если так можно выразиться, На комету. Сотрудники одного космического агентства Называют эту удачную состыковку Колоссальным шагом для человечества. Ведь теперь, благодаря наученным Экспериментам внутри хвостатой Путешественницы, мы, может быть, Узнаем, наконец, ответы на ключевые Вопросы о происхождении Солнечной системы, А, возможно, и о происхождении жизни Как таковой. А вот ответ на вопрос, Как в Ивацевичском районе Удалось сохранить Одну из древнейших И уникальных рек в нашем регионе, Мы узнаем прямо сейчас. Подробности в сюжете Татьяны Колокольцевой. С одной стороны, Болотные топи, С другой стороны, Сосновый бор. А разделяет их река Клитичная. И представляет она Интерес не только С экологической точки зрения, Но и с исторической. Она уникальная река Не только на территории Вагонощанского заказника, Но и вообще на Полесье, Говорят экологи. Здесь устье, русло, Пойма ближняя, Пойма средняя, дальняя, Исток полностью сохранились В абсолютно естественном состоянии, То есть в том виде, Который нам оставил ледник. Вернее, та эпоха, Которая была во времена ледника. Ее называют парадоксальной речкой. К примеру, озеро Вагонощанское В которое она впадает Намного мельче, Чем сама Клитичная. Ну, оно по глубине Всего лишь полтора метра. А здесь есть места В реке Клитичной Глубина до шести, Аж до восьми метров. То есть наоборот получилось. И, опять-таки, Берега у нее сплошь торфяные. Нет у Клитичной Минерального грунта, Как у наших обычных рек. Течения в нее нет. Точнее, двухстороннее. Вот прольются дожди, Скажем, В Вагонощанском озере. Течение идет к истоку. Прольются дожди В Ляховичском районе. Течение идет В Вагонощанское озеро. И еще одна особенность. Клитичная расположена Точно на водоразделе Между Балтийским И Черноморским Речными бассейнами. И такая линия называется Главный европейский водораздел. И вот она, Как будто бы наперекор Всем этим понятиям Перерезает этот водораздел. Потому что, получается, Вагонощанское озеро, Оно расположено В Полесской зоне, То есть, В Припятском водосборе, В Припятском речном бассейне. А вот уже Щара, Это река Балтийская. А от Щары До устья реки Клитичной Всего лишь где-то метров пятьсот. И вот, когда вода Переливается со Щары, Получается, Два этих огромных Речных бассейна Объединялись. А вокруг Один из заповедных уголков Беларуси. Заболоченные места Сослужили хорошую службу реке. Они, как охранная грамота, Не давали нашим предкам Укращать Клитичную. В то же время, Именно здесь природа Щедро одаривала людей Своими плодами. Отсюда говорят И название реки. А Клеть, Это по центральной Беларуси, Такое хозяйственное строение, Где самые ценные вещи Туда складывались. Во-первых, Продовольствие хлеб, Кумпяки какие-нибудь вкусные. И даже молодожены Первую брачную ночь Проводили в Клете. Это как символ Будущего благосостояния. А вот во время Великой Отечественной Недоступные места Для оккупантов Стали защитой Нашим партизанам. В Верховье Клитичной Располагался отряд Имени Щерса. Именно в этом Партизанском лагере И были подписаны Документы, Которые как раз И обозначили Создание Брестского Областного Объединенного Штаба Партизанского Движения. Не на споровских Болотах, А это здесь случилось. Вот как раз В одном километре От этого места. После Великой Отечественной Она оказалась Под защитой Военных. Эта зона Была включена В отчину Белорусского Военного Округа. На тот момент Еще был Барановичский Военный Округ. В этих местах Любили отдыхать Лидеры Белорусского Государства. Здесь Останавливался Петр Машеров. Может Поэтому реке Удалось избежать Всеобщей Мелиорации В период Освоения Полесья. Но буквально Недавно Существование Клитичное Оказалось Под вопросом. Бассейн реки Включили В перспективную Торфоразработку. И только Благодаря Полесьскому Аграрно-экологическому Институту Местным экологам И руководителю Лесоохотничьего Хозяйства Выгоновское Клитичную Удалось Отстоять. За счет Этой реки Идет Подпитка Озера. Озеро у нас И так мелкое Средняя глубина Метр Двадцать. Но Оно поменьшилось Еще сантиметров На двадцать Тридцать Может быть Полметра И просто-напросто Была потеряна Рыба Был бы нанесен Непоправимый Ущерб Окружающей Среде За счет Того Что Ушла Пода Близлежащих Болот И сегодня Река продолжает Своё течение По-прежнему Удивляя всех Своей Красотой Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Что ж, вот такая замечательная возможность есть у гостей и жителей Ивацевического района наблюдать уникальное произведение природы. А вот брещанам 20 ноября представится возможность увидеть и возможно даже проехать на поезде здоровья. В этот день, когда весь мир отмечает Международный день отказа от курения, поезд проследует по маршруту Минск-Брест. И в этой связи медики рекомендуют руководителям объявить территорию своих организаций зонами свободными от серого дыма, а также предусмотреть меры поощрения работников, отказавшихся от вредной привычки. Ну а мы сейчас порекомендуем всем, у кого есть неразрешенные бытовые вопросы, посмотреть нашу постоянную рубрику «Горячая линия». Ее ведущая Анна Новик уже в студии. Анна, доброе утро. Доброе утро. Вопросы житейского характера зачастую застают нас врасплох. Найти ответ на них поможет «Горячая линия» утреннего эспрессо. Мать Брещанки Марии Николаевны на пенсии. Работает в магазине уборщицей по контракту. Контракт заключен с ней до 2016 года. Руководство предприятия приняло решение перевести женщину на договор подряда. Законно ли это? Спрашивает Мария Николаевна. Ввиду того, что уборщица является штатной единицей, то заключение договора подряда на выполнение такой работы является нарушением. Следующий звонок от Екатерины из Пинска. Она является собственницей квартиры. Недавно женщина вышла замуж и прописала супруга в свое жилье. У мужа Екатерины есть несовершеннолетний ребенок. И вопрос звучит так. Может ли муж без моего согласия прописать своего сына в мою квартиру? И какие права на нее они будут иметь? Екатерина. Своего несовершеннолетнего ребенка ваш супруг может прописать по месту своего жительства и без вашего согласия. В таком случае необходимо только согласие матери или решение суда о том, что сын проживает с отцом. Супруг и его ребенок будут иметь только право пользования данным жилым помещением. Валентин Семенович живет на втором этаже многоэтажного дома в Бресте. На его этаже лифт не работает. Однако каждый месяц мужчина оплачивает пользование лифтом. Обязан ли я платить за лифт, если я им не пользуюсь, задает вопрос звонивший. Валентин Семенович в связи с нововведениями в законодательстве Республики Беларусь жильцы вторых этажей теперь должны оплачивать пользование лифтом. Однако существует исключение. Если в лифте заблокирована кнопка вызова на второй этаж, то плата за пользование лифтом взимается с плательщиков, проживающих на третьем этаже и выше. Дарья из Каменца – мать 10-месячного ребенка. В данный момент она ожидает второго малыша. Как будет рассчитано пособие в моем случае, хочет знать Дарья. Если до ухода в декретный отпуск вы не имели трудового стажа, либо отработали менее полугода, то пособие по временной нетрудоспособности будет рассчитываться, исходя из 50% бюджета прожиточного минимума. Если до ухода в декретный отпуск вы отработали более полугода, то больничный лист будет рассчитан, исходя из вашего оклада. Это была горячая линия утреннего эспрессо. Оставайтесь с нами. Хорошего дня. Анна, спасибо. А мы приветствуем всех, кто только что к нам присоединился и продолжаем делиться с вами хорошими новостями жизни нашего региона. Так, например, в Пинске готовится к открытию Академия футбола. Это уникальный для Беларуси спортивный комплекс, состоящий из двух футбольных полей с искусственным покрытием и подогревом, и двух с травяным газоном, а также крытый манеж. Так что совсем скоро любители этого вида спорта смогут играть в любое время года. Ну а пока спортивную тональность в нашей программе поддержит Петр Бутрим. На первый взгляд это обыкновенное резиновое кольцо. Доля правды есть и в этом суждении. На заре развития игры ринго в дело пошла обыкновенная покрышка для детской коляски. В это трудно поверить, но сейчас это едва ли не единственный предмет, необходимый для занятий этим видом спорта. А имеет он следующее предназначение. История возникновения игры ринго очень любопытна. Поляк Владимир Стрижевский с помощью нее готовил себя к соревнованиям по фехтованию во время реабилитации после травмы. Было это 50 лет назад. Позже забава прошла недолгий путь эволюции и уже спустя 15 лет состоялся первый в этом виде спорта международный турнир. Головная идея у тем, как саправды больше зарабить разностайными проведение вольного часу сирот детей молодых, особенно семья. В Беларусь и в частности в Брест игра пришла сравнительно недавно. Но сразу же стала предметом интереса активной молодежи и не только. Ведь в ринго может играть, как говорится, и стар, и млад. Нужно всего-то уметь доставить игровое кольцо на территорию соперника. Усилия можно объединять в двойки и в тройки. А вот знакомство с ринго лучше начать с разучивания самых простых приемов. Сейчас я к вам продемонстрирую пару бросков. То есть, наверное, более доступный бросок – это бросок, который может многим знакомым им его осуществляют в игре фрисби. То есть, играют с тарелкой. То есть, это выполняется замах отсюда и выпускается снаряд по касателям. Ну и наиболее игровой вид, которому мы не так давно научились, то есть вид броска – кольцо ложится на ладонь, выполняется своеобразный замах и выпускается. То есть, это наиболее эффективный бросок, он позволяет, ну, моментально, скажем так, обезвредить соперника. Усвоили? Теперь можно смело выходить на площадку. А если серьезно, то ринго очень полезен при тренировке и в других видах спорта. Развиваются необходимые двигательные качества, особенно реакция. А соревнования – это много общения и новое знакомство. Вообще, занятия вызывают у молодежи только положительные эмоции. Ринго – это игра, которая только начинает распространяться в Бресте. Игра очень динамичная, мне нравится. Также она хороша для восстановления сил и для рекреации. Также, ну, это хороший вид спорта для того, чтобы заниматься с семьей. Надо тренироваться постоянно, вот это подача, искать такие маневры, которые бы смогли застать соперника врасплох. Сейчас в нашем городе ринго занимаются на базе Государственного университета имени Пушкина. Ребята уже засветились на открытых стартах в Минске, а сейчас работают над улучшением своего рейтинга и популяризацией увлекательной игры. Как видите, ринго популярен и в Бресте. Это неудивительно, учитывая простые правила, доступный инвентарь и положительное влияние на здоровье человека. Этот вид спорта достоин и вашего внимания. А сейчас мы поговорим о розе ветров. На первый взгляд может показаться, что речь пойдет о погоде, Однако все не так прозаично. Роза ветров Хайр 2014, так называется международный фестиваль красоты, который проходит в Минске. И последний оказался успешным для представителей Брещины. В номинации Хайр Тату первое место взяла мастер парикмахерской хай-фай Марина Кожемякина. Сегодня Марина у нас в студии, мы с удовольствием узнаем о ней все подробности. Марина, доброе утро. Доброе утро. Мы поздравляем вас с первым местом. Спасибо. Насколько престижно участие в таком конкурсе и уж тем более завоевать первое место? Это международный конкурс, который проходит у нас не первый раз уже в республике, он седьмой. Участвуют представители не только из Беларуси. И конкуренция очень сильная. Достаточно серьезная, да? А вы не первый раз принимаете в нем участие, да? В розе ветров я принимаю первый раз участие, именно в розе ветров. В этой номинации я выступаю уже четвертый раз, ну и четвертый раз у меня призовое место. А вот еще расскажите, хайр тату, что это за направление, с чем оно связано? Это новая номинация, новое направление. Одним из первых, кто презентовал это направление, был француз, который ввел новый стиль в это направление парикмахерского искусства, создавая не только рисунок на голове, но и прокрашивая, делая цветное тату. И обучая мастеров фигурному окрашиванию, что создавают мини-картину на голове, на волосах. Но тату, оно временное все равно или уже постоянно? Это тату временное, в основном оно держится где-то две недели и зарастает. Но если оно прокрашенное, сам рисунок остается еще довольно-таки на длительное время. И есть два варианта хайр тату, когда рисунок создается из светлых линий, то есть, а есть рисунок, когда остается из волос. То есть большая часть убирается, и рисунок остается из волос. В моем варианте это остался олимпийский мишка. Да, кстати, вот как идея пришла, ну, насколько я уже знаю, в номинацию внесли коррективы, да, раньше можно было фантазировать на разные темы. На этот раз пришлось как бы ограничиться спортивной тематикой, и вы как раз-таки воссоздали образ вот Олимпиады, я так понимаю, да? Да, да. А почему? Просто когда мы прочитали тему, у нас просто первым, что возникло, давайте сделаем образ Олимпиады, мишку. Это самое интересное. Символично, да. Символично. Мы создали образ по одежде, мы нашли приоритетные перчатки, именно вот старые перчатки, маечку, на маечке символ Олимпиады, шортики. В условиях еще оценивается окраска, оценивается сложность рисунка, чистота выполнения, цветовая обязательно была покраска, и целостность образа. То есть все должно сочетаться в едином. Ну вот смотрите, и так достаточно сложно на бумаге мне бы было нарисовать Олимпийского мишка, а тут еще воссоздать, сделать рисунок на голове. Вы обладаете какими-то художественными навыками, или это не связано друг с другом? Ну, мне кажется, все парикмахеры у них есть, так или иначе, у них присутствует художество, потому что надо чувствовать стиль, форму, обязательно цвет. Ну, Мишку я прорисовывала много раз на бумаге. Тренировали. Да, потому что не всегда можно найти модель, на которой потренируешься, поэтому он рисовался на бумаге. Ну, кстати, насколько сложно найти такое креативное, мне кажется, направление такое? Много ли желающих было? Мне очень помогает Александр Панасюк, с которым мы работаем. Он уже абсолютный чемпион многих соревнований. И он является моим тренером. Поэтому на данный момент у нас, можно сказать, такая команда, когда мы дополняем друг друга и можем находить... Тандем какой, да? Да, тандем. Когда мы находим общее решение, где-то идем как-то, не сказать, на компромисс, а друг другу подаем идеи. А можно так сделать, а можно так. Вдохновлять. Да, вдохновляем друг друга. Ну, вот смотрите, в парикмахерской хай-фай вы, мастер на все руки, так скажем, делаете различные прически. А вот как много желающих к вам приходит именно хай-р-тату сделать себе? И какие образы, может, воспроизводили? Желающих очень много. И в последнее время очень много у девушек. И выбривают не просто узоры, а хотят что-то интересное, например. Удивительно. Я почему-то думала, что она, наверное, как-то не очень востребована. Все-таки есть желающие. Немножечко отошло, потому что раньше детей очень много было. Сейчас школа не так разрешает, наверное, креативные прически детям. А на каникулы с большим удовольствием. Ну, вот смотрите, вы уже неоднократно участница различных конкурсов. Что впереди, какие цели ставите, к чему стремитесь? У нас еще очень много незавоеванных побед, призваний. Поэтому мы будем участвовать во многих конкурсах. Не только Беларусь, Россия, Украина, Польша. Очень много. А это что для вас? Потешить самолюбие или все-таки это профессиональный рост? Я так думаю, что это профессиональный рост. Потому что, находясь среди сильных мастеров, ты обязательно чему-то учишься. Что-то подчеркиваешь для себя. И всегда стремишься. И после конкурса, после вот этой борьбы адреналина, побед, хочется делать что-то интересное. Мы желаем вам, Марина, чтобы вдохновение никогда не покидало вас. Дальнейших успехов, новых побед. И наверняка будем гордиться. Возможно, услышим когда-то на международном уровне ваше имя. Приходите к нам еще. О международном конкурсе «Роза ветров Хайр-2014», который прошел в Минске, говорили сегодня с его победительницей, мастером брестской парикмахерской хай-фай Мариной Кожемякиной. Тюнов залей на рояле, нажат на клавиши. Глеб звукоряда, скучок не надо, постой, не спеши. 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 Глеб звукоряда, скучок не girlfriendscendo. Пр încualare, скучок не牛 eat Mhm 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 That Scott В темном зале Глебpur Поехали! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» С вами была Екатерина Тарасевич. Всего доброго!